Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо.Спорт в студии Александр Истомин. Ровно 40 лет назад, в 1977 году, впервые в истории шахмат нашего города и области произошло знаковое событие. Азовчанин Николай Пушков завоевал звание чемпиона Ростовской области по шахматам. С этого момента развитие этого вида спорта в Азове получило новый импульс. Был построен шахматный клуб, открытое отделение шахмат в Дю США номер 3, и наши юные шахматисты стали побеждать в областных чемпионатах. У нас в гостях герой тех событий, ныне международный гроссмейстер, многократный чемпион России, Европы и мира, среди сеньоров по шахматам Николай Викторович Пушков. Здравствуйте, Николай Викторович! Здравствуйте! Николай Викторович, ну, наверное, бы хотелось бы начать наш разговор с тех самых событий, которые произошли 40 лет назад. Расскажите, что это был за чемпионат, как он проходил для вас и, собственно, что последовало за ним? Ну, 40 лет назад, в 1977 году, у нас тогда придавалось большое значение раздать ее шахмат. Если вспомнить, то в этот момент готовился матч между Карпом и Корчным, Корчной, который уехал тогда на запад, тогда придалось нам большое значение. И шахматы не сходили с повестки дня во всех идеологических отделах горкома и обкома в партии. Ну, Ростов – это наш мегаполис, Ростов всегда славился сильными шахматистами. И в 1977 году у нас было в чемпионате области три мастера спорта, имеющих российскую известность, такие, как Захаров, такие, как Петрушин, такие, как Островский. И победа, ну, скажем так, неизвестного шахматиста из Азова, ну, произвела эффект разорвавшейся бомбы, без ложной скромности. Потому что в Ростове вынуждены были объяснять, почему-то как-то провинциал победил. Кому же я тогда не был профессиональным шахматистом, я тогда работал в Конструкторском бюро, возложил технологическую лабораторию. И все это увлечение шахматами было в нерабочее время, как водится. Но с той поры все изменилось, и с этого момента чемпионаты области стали совершенно другими. Удавалось побеждать еще несколько раз в чемпионатах области, но такого знакового события, как это тогда, уже было привычным. То есть для спортсменов того уровня в том чемпионате вы были темной вошадкой, получается так? Ну, к тому времени на областное время я уже появлялся несколько лет, и удавалось уставать успешно. Но о том, чтобы завоевать высший титул в Ростовской области, как-то даже не приходилось и думать. Но игра сложилась, игра шла. Несмотря на наличие сильных шахматистов, потому что финал в области, кроме вот этих мастеров спорта, которых я назвал, остальные сильнейшие мастера проходили сито отборочных турниров, полуфиналов в области, чемпионатов Ростова, городов. И там собирались действительно все сильнейшие. Потом это вот такой момент случился. Ну, этот момент повлиял и на мою спортивную или жизненную судьбу. Потому что после этого мы как раз в Азове заговорили о строительстве нового шахматного клуба. До этого клуб был в подвале, и он не нес такой нагрузки. И благодаря вот в том числе такому вот успеху произошло то, что у нас в Азове получилось. Потому что спустя несколько лет был запущен вход в шахматный клуб, из которого, так сказать, стали появляться юные шахматисты. Сейчас работает отделение шахмат, занимается у трех тренеров 240 юных ребятишек. У нас уже есть несколько чемпионов области, есть успехи в российских турнирах, в этапах Кубка России. Буквально завтра наши ведущие шахматисты, такие как Ева Калмычок, Ваня Зайчковский, Саша Осипова, Вика Резниченко, уезжают на чемпионат Южно-Федерального округа, где будут бороться за выход в российские финалы, в российские турниры чемпионатов. Так что, таким образом. Ну и сам я, поскольку я занимался шахматным клубом, и в шахматах получалось стать высоко, как-то вот завершил свою инженерную карьеру, хотя она тоже складывалась хорошо. Я был начальником антезинометической лаборатории в то время, и полностью переключился на шахматы. Я не оставляю активной этой шахматной жизни. Особенно это стало получаться после того, как я перешел в разряд сеньоров и вошел в сборную России среди сеньоров. Впервые это было в 2007 году. В этом году тоже юбилей. 10 лет, как я играю на чемпионатах Европы и мира среди сеньоров и России, и являюсь капитаном сборной России по шахматам среди сеньоров. Ну, если в числах, то трехкратный чемпион России, восьмикратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира. Вот за эти 10 лет столько собрано титул в командных и личных соревнованиях. В личных соревнованиях мне удавалось побеждать в чемпионате Европы 2012 году среди сеньоров. Ну, на чемпионатах мира мое высшее место пока только пятое было. А команда наша побеждает регулярно. Три последних года. Команда сборной России. Ну, вот, Николай Викторович, если вот еще немножко вернуться на 40 лет назад, то есть вы видели положение дел, скажем так, у нас в городе и тогда, и сейчас. Вот если сравнить, вот сейчас у нас занимается почти 300 человек. Вот на момент вашей победы в областном чемпионате вот в этом самом подвале. Как обстояли дела? То есть, как проходили обучение, может быть, или что это было? Как, как, что из себя представлял шахматный клуб? Шахматный клуб был открыт благодаря энергии тогдашнего председателя шахматной администрации города. Он был замдиректором завода КПА Любеников Борис Матвеевич. Это здание было от заводской, и в подвале, благодаря его усилиям, был открыт нормальный шахматный клуб. Так, мест на 40 примерно. Он принадлежал обществу, добром и спортивному обществу труд. Там была ставка инструктора, но занятия были на любительском уровне, я бы сказал так, по сравнению с тем, что находится сейчас. Потому что сейчас мы являемся отделением шахмат детско-спортивной школы номер 3. У нас три тренера в этой школе, инструктор-методист, и у нас там идут полноценные занятия. И поэтому только в таких условиях дети вырастают, наши юные шахматисты, и добиваются значительных успехов, как вот я об этом чуть сказал. Поэтому, в принципе, за эти 40 лет наши шахматы прошли очень большой путь, и Азов является одним из ведущих шахматных центров в Ростовской области, ну и проводил многие всякие мероприятия, соревнования, даже российского и международного уровня. Это все началось тогда, 40 лет назад. Благодаря вот такой вот победе после этого стало возможным ставить серьезные вопросы, решать их. Николай Викторович, а еще в момент 90-е годы, я знаю, что шахматный клуб, уже на базе клуба «Ладья», претерпел достаточно такие серьезные, вернее, пережил, правильно сказать, серьезные потрясения, и не было детей, которые шли в шахматы. Вот вы просто сказали, что вы были инженер, который занимался шахматами. Одно другому не мешает. Я вот еще хочу затронуть момент, вот как, когда вы приехали с победой с Ростова, да, как встретили вас, и, собственно, как вам, инженеру, шахматисту, вот одно другому, оно, я так понимаю, не мешает, потому что шахматы – это все-таки математический склад ума, инженерный. И вот, что касаемо 90-х годов, вот, можно поподробнее все-таки рассказать? Какие были трудности, и как вы выжили вот в этот период? Ну, когда я вернулся, я потом еще побежал несколько раз в области, то, это было в советское время, и таким успехом придавали значение, включая идеологические отделы нашего огородского партии, городского. Вот, поэтому встречали, поздравляли, вот, и тогда, буквально, через два года возник вопрос о создании настоящего шахматного клуба, не в подвальном помещении, я думаю, что если мы сейчас остались в подвальном помещении, вряд ли, добились каких-нибудь успехов. Все-таки наш азовский клуб «Ладья», он получил известность такую, вот. 90-е годы были жуткими, в том числе и в шахматном клубе, по-другому сказать невозможно, потому что клуб сначала он принадлежал правкому завода КПО, потом он находился в ведении городского совета профсоюзов, была такая структура, когда все объединились, потом финансирование закрылось и там, и где-то в 94-м году шахматного клуба прекратилось всяческое финансирование, вот, и поэтому он долгие годы держался, ну, как бы сказать, на любительских основаниях. У нас была какая-то там ставка где-то, что-то работали, дети вроде занимались, там был тренер Геннадий Петрович Мугалев, вот, ну, опять повторяю, это когда тренер занимался, это не школа, школа, это там директор, это там зауч, это там учебная нагрузка, количество детей, часов, это все по-серьезному. Это структура? Это структура. 90-е годы были очень тяжелыми, вот, и когда мэром города стал Сергей Леонидович Бездольный, а он до этого уже работая в Ростове возглавил Шахматную Федерацию области, и получился у нас в Азуев президент Шахматной Федерации области, и этот вопрос поднимался несколько лет, и в конце концов Сергей Леонидович сумел решить вопрос и открыть отделение шахмат муниципальной детско-спортивной школы нашего города, ну и после этого отделение шахмат, оно получило государственное финансирование, покупаются новые шахматы, часы, стулья, оплачиваются коммунальные услуги, то есть сейчас эта организация полноценная, это отделение шахмат детско-спортивной школы с всеми текающими последствиями, поэтому успехи не заставляют себя ждать, потому и работать интересно, и вообще должен сказать, что кроме клуба у нас в шести школах города открыто так называемый шахматный всеобуч, где наши тренеры ходят и занимаются с классами, учат детей играть и лучших уже забирают в центральные спортивные секции шахматного клуба, то есть в отделение шахматы США. То есть селекция у вас работает? Селекция работает, наш тренер проводит такое дело, вот, и таким образом двигается. Ну, финансирование, особенно для поездок на чемпионаты, там подключается и школа Горано, и спорткомитет города Азова, и каким-то образом удается решать эти вопросы. Я повторяю, наши дети становятся чемпионами области достаточно регулярно, успешно выступают в Южном федеральном округе, ну и ждем успеха от российских турниров, пока только на этапах Кубка России. Ну вот я вот еще почему затронул сторону вашей инженерной истории. Недавно министр образования Васильева выступил с заявлением, что шахматы нужно преподавать в школе. И я сразу вспомнил момент, когда вот вы начинали вот эти всеобучи, когда вы начали ходить по школам, это буквально, ну, может, года два-три назад это пошла у нас, да, вот тенденция. И когда уже пошло заявление, собственно, от вышестоящих структур, да, как министерство образования, а у нас это уже есть, вот вы можете дать оценку, скажем так, тем детям, которые занимаются у вас в плане вот развития именно вот интеллектуального, по-другому не скажешь. То есть, например, есть разница между детьми, причем, чтобы, ну, никого-то не принижать, не принижать, а вот именно ваш профессиональный взгляд, скажите. Ну, мой профессиональный взгляд за всю мою жизнь, сколько юных шахматистов приходилось видеть, находиться, никто из них не замечен в противоправных каких-то действиях, скажем так. Они все очень серьезные ребята, они все хорошо учатся, они хорошо себя ведут в школе, на улице. Вот это такая штука есть. И поэтому, конечно, не пропустил мимо ушей, что министр образования России на эту тему высказался, но я скажу, что шахмат-федерация России и Ростовской области давно проводят эту работу. И у нас уже, наверное, года три или четыре назад был подготовлен и запущен указ губернатора Голубева о шахматном всеобочи. И этот приказ прошел по всем структурам Горано, в том числе и в нашем городе. Вот, к сожалению, три тренера не могут охватить все школы, поэтому я сказал вначале, у нас охвачено шесть школ. Для того, чтобы проводить шахматный всеобоч, это нужно подготовить новых преподавателей, такие вещи тоже решаются, то есть проводятся семинары в институте повышения квалификации работы, чтобы выездной семинар делался в прошлом году и в нашем шахматном, в нашем отделении шахмат. Вот, то есть эта аура расширяется, скажем так, и в принципе все в этом мнения едины, что занятия шахматом чрезвычайно полезны, они воспитывают и усидчивость, и самообладание, и дисциплинированность, и вообще в шахматах перед тем, как сделать ход, надо подумать. Если бы все все так поступали, было бы очень здорово. Вот это главный навык, который прививает шахматы. Не обязательно все станут чемпионами, чемпионы просто привлекают, получат хорошую привычку. Да, показывают. А главная привычка, надо перед тем, как делать ход и движение, надо подумать, правильно ли ты делаешь. Николай Викторович, ну скажите, сейчас вот уже можно сказать, что год подходит к концу, сейчас уже ноябрь, вот пройдут ноябрьские соревнования, может быть еще в декабре какие-то будут. Как закончится год для вас лично, как закончится год для ваших воспитанников, и какие итоги вы можете все-таки промежуточные пока что подвести? Ну, начну сначала с того, что завтра, 1 ноября, лучше наши дети, я их уже перечислял, включая, отправляются на чемпионат ЮФО и мы ждем от них успехов, а успех это первые четыре места в чемпионате ЮФО попадают в высшие лиги чемпионатов России, которые проводятся в следующем году в Аквалу, там же, это первое. У наших детей много будет соревнований на осенних каникулах, которые сейчас начались, у них с 17 ноября будет Кубок Кадырова, этот знаменитый турнир в седьмой раз проводится в Ростове, у них будет подготовка и проведение новогодних турниров, коллекционных турниров, то есть шахматная жизнь кажется в полном ключе. Ну, а что касается меня, то вот в этом году участвовать в сборной России в двух чемпионатах России, в трех чемпионатах Европы, России и мира, мне удавалось побеждать команде, получать золотые медали и побеждать на своей доске, то есть личные победы тоже такие же медали. завершается шахматный сезон у меня например в этом году чемпионатом мира, который пройдет в Италии с 6 по 19 ноября. И подготовку к этому турниру я веду уже в течение трех месяцев, ну и в принципе это личный турнир, хотелось выступить как можно успешнее. в личной карточке Фидеи я уже посмотрел, что там уже проставлены коэффициенты по разным дисциплинам, в которых вы будете выступать. Ну и наверное в завершении расскажите поподробнее у вас такой набор солидный наград, вот вкратце что это за награды и какая из них вам досталась наверное самая тяжелая и самая запоминающаяся наверное. Ну у меня награды с последних чемпионатов Европы и мира, но это командные чемпионаты это 17-й год, это была Сербия, турниры на Голубом Дунае, вот удалось победить нашей команде достаточно легко, потому что мы сейчас заметно превосходим и победить на своей личной доске вот это ЕКУ это Европейский Шахматный Союз, это самые последние медали, которые вернулись в июле вот перед этим две медали завоеваны на чемпионате мира 15-й год это 15-й год да, 16-й год 17-й год они тут все двигаются тут география Дрезден Милан Нови Сад ну и какая все-таки вам ближе к сердцу можно так сказать ну вы знаете самой ближней медали тут у меня нет у меня самая ближняя медаль это кубок который получил за победу чемпионата Европы 2012 года личный чемпионат Европы ну это кубок который в общем-то сюда не дошел просто-напросто мне там памятна та победа потому что в команде победы тоже памятна тем более мы последние годы выиграли все матчи вот в этом году в Греции выиграли все матчи на чемпионате мира но команда как-то разделяется мы друг друга поддерживаем ну единственное что могу сказать что в команде играют знаменитые гроссмейстеры Васюков многократный чемпион Москвы и России Балашов который много лет работал в команде Карпова и завоевал олимпийское золото в составе сборной России Свешников автор многих книг и достижений в шахматах и находиться рядом с такими шахматистами конечно это большая удача большая школа то что мне доверяют капитанскую повязку в принципе я несу повышенную ответственность в каждом турнире потому что надо регулировать состав команды чувствовать кто кого вовремя заменить кто должен выйти кто должен передохнуть потому что в принципе все достаточно взрослые люди это тонкий момент поэтому все медали которые удается таким образом завоевать конечно памятны каждая по-своему и каждая достойна отдельного рассказа наверное да это здорово скажите вот еще последний вопрос на сегодня даже не вопрос а может быть даже просьба для меня всегда шахматисты были такие суровые сдержанные ну не то что суровые с виду сдержанные и люди которые всегда о чем-то думают как вы сказали думают наперед вот есть какая-то может быть такая шутка среди шахматистов ходовая которую между собой они могли бы друг друга подколоть как-то еще что-то то есть вот вы садитесь видите соперника может быть есть в шахматном мире какие-то вот такие ну в шахматном виде много особенно конечно шутить приходят только с друзьями главное шутки когда не хочется играть или что-то такое предлагается сдаваться на ничью в шахматах сдаваться это ноль а сдаваться на ничью это такой юмор все понимают и после этого или сражаются или проводят просто время за доской бескомпромисс бескомпромисс николай викторович спасибо большое за интересную беседу спасибо что вы пришли к нам я думаю что это не последняя наша встреча вам мы пожелаем от всей редакции успехов в ваших делах на ваших соревнованиях которые вы поедете я думаю что это не последняя чтобы был новый повод среди детей и моих лично для наших встреч спасибо большое до свидания это все о спорте на сегодня следите за пульсом спортивной жизни до свидания